только постарайтесь не я так не вижу она чуть чуть дальше назад но что-то расплывается само изображение ну а что-то появились какие-то такие жидкие пятна да ну вот эти жидкие пятна это не мицелий и не заражение ну что это значит смотрите не капли вообще вообще чуть-чуть нет но подождите а что же то что-то там растет тогда пробирки подождите а вы то что было в этом пакетике перенесли в флакон я понял но значит потом по одной пробирки судить трудно что это такое и почему так вы сделаете там несколько пробирок сделайте таких вот полноценных отсевов просто по сети там по по полкубика где-то по кубику по сети вот три-четыре пробирки посмотрите что там будет расти только будьте там внимательны хорошо прожигаете края пробирки да ну как там положено в лаборатории чтобы там инфекция извне не попала то есть трудно будет судить но и по 1 по 1 пробирки там трудно судить что это вот и что я вам скажу сейчас там тоже мне нужно будет я давно что с ним не общался нужно будет перезвонить там казахстане не тоже делали пассив латвии узнать что у них как растет но по крайней мере скажу сразу что у них вот там розовая м5 значит растет все нормально а теперь что я вам посоветую значит как отделить вот как называется там корешки от грязи от это самое знать что я вам посоветую вы когда будете делать посев вы параллельно сделайте значит возьмете шприцы тремя разными шприцами у вас будет когда среда вы посеете м5 посеете розовую посеете по 80 и одновременно посеете там например по 5 штук по 5 пробирок и будете наблюдать что и как там у вас растет то есть в таком случае можно однозначно сказать ну более точную причину если такое будет происходить во всех пробирках то значит у вас что-то там с лабораторными работами не совсем хорошо сделаете если такое будет происходить если во всех пробирках там или например м5 розовая нормально зарастают а 80 будет вот опять то же самое делать значит что-то уже с этой культурой пошло не так значит там по какой-то причине она или инфицировалась или ну значит в ней с ней что-то не так то есть она не будет зарастать но тогда можно будет посмотреть вот на такие результаты можно уже сделать из флаконов да конечно так давным-давно уже можно было сделать а я думал что какое-то время надо секундочку я отвечу на звонок туза культуры вроде поняли да нужно параллельно сделать все посевы и понаблюдать что тогда будет происходить тогда мы сможем ответить на вопрос что это за рост пробирки а так по одной пробирки сделать какое-то суждение труд бывает разные да бывает разные с культурами это отдельный разговор вот там у меня приблизительно такие жидкие пятна я видел там при работе с японским опенком я долго с ним там игрался и до сих пор играюсь и откуда берутся эти мокрые пятна я сам не могу понять вроде чистый вроде и мицели и брал из него и и вроде засеваю просто чистый сам сам мицели без ничего и что-то вот это мокрое какое-то появляется и честно говоря я даже не знаю что это откуда откуда она берется я не знаю и ладно бы если бы везде она убралась а то она везде не берется она только на японском опенке почему то есть а на всем остальном его нет вот такая вот история да хочу спросить не посоветом